привет друзья я решил в этом видео поподробнее рассмотреть проблему усиления горизонтальной опалубки многие спрашивают как своими силами залить подвал перекрытия в доме ну или другой любой метод возведения горизонтального бетонного изделия диафрагмы бетона вот смотрите вообще самый лучший способ конечно взять стойки инвентарные треноги уни вилки положить на них деревянные ригеля поселить ламинированную фанеру и сделать все как положено но не у всех есть возможность у некоторых нет желания у некоторых нет нет доступа к профессиональной опалубке вот сейчас мы на удаленном объекте заливаем перекрытие погреба или подвала кому нравится и делаем усиление опалубки из подручных материалов на счет как мы это делаем первое для начала мы устанавливаем мы купили вот такие вот оцинкованные кронштейны для кровли для разгрузки кровельник извините замешивался для того чтобы грамотно крепить между собой стропильные ноги и балки использовал такие оцинкованные кронштейны здесь мы натянули шнурок от первого до последнего усилителя и установили вот такие кронштейны мы их устанавливаем на нагеле на 4 штуки после чего туда вставляем доски 150 на 50 получаем горизонтальные ребра жесткости пролез здесь 2 метра 30 сантиметров с краев вот здесь и вот здесь на кронштейнах на 4 нагеля посередине мы делаем еще дополнительно вертикальная подпорка как делается подпорка но очень просто мы берем обрезок доски потому что дает грунту основания нельзя грунт основания может быть рыхлым или бетон надает вот тут два куба это примерно 5 тонн 5 тонн будут распределены на 5 стоек вертикали внуплю стены пусть половина по 500 600 килограмм на стойку это довольно много поэтому мы убрали рыхлую часть взяли положили коротыш затем в коротыш и мы взяли просверлили так отверстие взяли восьмую арматуру а первое так вот так вот так вот так и чтобы коротыш хорошо уселся в пыли взяли восьмую арматуру мы сразу два зайца убили во первых отсадили хорошо доску и она не шатается во вторых от боковых смещений и предостерегли ну на один коротыш 1 2 таких арматуры стержнем убиваем после чего мы вертикально в этой плоскости в этой выставляем вертикальную подпорку и крепим ее уголками такими или другими по два уголка с одной и с другой стороны раньше вы крепили длинными саморезами насквозь но знаем что при нагрузке бетона саморез немножко изгибается нарушается гарантарность прикрытия вот здесь сколько дырочек столько сверлим саморезов 55 не экономим лучше лишний саморез насверлить чем потом собирать бетон изнутри подвала и таким способом и горизонтальный усилитель укрепляем вертикальным но все равно вы здесь остается пролет в районе здесь метр 12 это довольно много для бетона тогда мы находим обрезки некачественные всякие досточки дюймовки и делаем вот такие подкосы раскосы комок нравится на три самореза верхняя часть вот таким саморезом 55 по дереву мы крепим верхняя часть крепится горизонтальным усилителю нижней к вертикальной стойке по три самореза достаточно они делаются вот таким вот треугольником не очень треугольник и что они убивают двух зайцев первое они не дают вертикальному усилителю со стороны в сторону шататься а во вторых уменьшает пролет деля его на две примерно равных половины где-то по 62 сантиметра этого достаточно много раз заливали бетон насос такая палубка не выдержит а заливка вручную здесь мы будем заливать вручную так как объем всего два куба выдержит отлично без всяких провисаний что можно сказать еще про крайние доски крайние доски немножко по другому берется простая доска и прикручивается нагелями где-то здесь 8 нагелей примерно через 35-40 сантиметров по развольном порядке мы крепим кирпич и здесь никаких вертикальных усилителей мы не делаем этого достаточно 8 нагелей держит отлично плюс здесь бетон часть разгружается на кирпичные стены являющиеся внешними стенами этого подвала что можно сказать про шаг вот вот этот шаг между горизонтальными усилителями больше чем 75 делать нежелательно вот я вешу 80 килограмм если вот так я попрыгаю можно почувствовать что а миллиметр полтора досточка гуляет если делать в районе 60 не прогнется ни на микрон про не 75 может прогнуться особенно когда намокнет примерно примерно пару миллиметров это не критично и мы пренебрегаем этим количеством зато хозяину меньше досок уходит на усиление так вот чтобы уменьшить прогиб увеличить несущую способность горизонтальной палубы мы берем и стелим там пленку во первых тогда все эти доски которые вы здесь видите потом будут аккуратно разобраны использоваться там дальше надземной части чаще всего как какие-то по стропильники прочее а во вторых не намокшая доска и все сухие доски имеет более высокую несущую способность чем мокрый лес но палуба делается с простой дюймовой доски самой обычной причем ее качество вообще не важно так как это подвал черновой если хоть чистого качества сверху доски придется прибить какой-нибудь листовой материал фанеру и sb даже двп можно один раз выдержит тогда пусть ровный глянцевый подлог мы же просто настели туда пленку ну вот и все а еще хотел главное сказать не доверяйте саморезом саморезы большинстве своем на особенно остальных рынках они китайские головки у них отваливаться поэтому не жалейте лишний саморез лучше за без закрутите лишний саморез чем потом будет у вас какие-нибудь изменения опалки которые сделать конструкцию некачественной почему и на гвоздях понятно потому что на гвоздях собирается лучше и гвозь довольно крепче но разбирать такое невозможно поэтому мы собираемся на деревянных саморезах ну вот и все что я хотел сказать